С вами Рик Реннер. Я стою в нижней части Ефеса, на портовой дороге, что вела от гавани прямо к центру древнего Ефеса. За моей спиной большой театр, подобно вееру, раскинувшийся на холмах и некогда вмещавший 24 тысячи зрителей. Здесь собрались ювелиры-серебряники, возмущенные проповедью Евангельской вести, о чем мы читаем в 24 главе Деяний. Ефес стал театром Божьей славы. За три года служения апостола Павла в этом городе, Божья слава изливалась здесь безмерно. В тот же период была основана поместная церковь, ставшая крупнейшей в первом столетии. Фактически, это первенство оставалось за ней почти две тысячи лет. Огромная церковь, которая испытала силу и прекрасно знала Христово учение. Миссионеры из Ефеса основали множество церквей в провинции Ассия. Словом, это была сильная и великолепная церковь, Ефесская церковь. Другой такой в истории не было. После отъезда Павла пастором церкви стал Тимофей. Впоследствии в Ефесе обосновался апостол Иоанн. Он стал епископом церквей всей провинции Ассия. Он заботился о церквях, опекал пасторов в этом регионе. И здесь, в своем доме в Ефесе, Иоанн написал свое Евангелие и три послания. Первое, второе и третье послания Иоанна. Иоанн прожил в Ефесе до своей кончины. Словом, в этом городе Божья слава проявилась поистине в невероятных масштабах. Изумительно. Город когда-то утопал в нечестие, язычество, дикий разврат. Откровенно говоря, отвратительное место даже по языческим меркам. И именно в такой обстановке Бог начал изливать свою благодать. И ведь об этом говорится в Библии. В послании Римлянам, пятой главе. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Уверяю вас. Где бы вы ни находились, даже если это никудышное место, там, где вы, Бог желает излить свою благодать точно так же, как Он сделал это когда-то в Ефесе. И сегодня мы поговорим о роли Ефеса на основании Откровения, второй главы. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я вас ждал. Сегодня мы сразу откроем книгу Откровения, вторую главу первого стиха, с которого начинается обращение Христа к Ефесской церкви. Эта церковь считалась примерной, она занимает в церковной истории исключительное место. Она объясняет действия изумительной Божьей благодати в духовно-мрачной обстановке. Однако у Христа было что сказать этой церкви. Эти слова актуальны и для нас с вами. Нам следует их услышать, понять и откликнуться. Сегодня мы прочтем об этом в Откровении, второй главе, первом стихе. Мы раскроем понятие церковь, его истинное значение, вас ожидает настоящее Откровение. Сейчас позвольте напомнить о предложении моего цикла под названием «Послание Иисуса Ефесской церкви». В цикле 10 частей, основанных на этих передачах, вы можете скачать его в аудио формате вместе с чудесным учебным пособием, содержащим греческие слова, их определения, которые были даны в этих передачах, и также «Принципы истины». Он полезен для личного изучения и для изучения в группах. Настоятельно рекомендую вам скачать его бесплатно сегодня. Вместе с этим циклом предлагаю вам ознакомительную версию Большой книги «Свет во тьме» — «Семь посланий семи церквям». В этом томе изучается обращение Христа к Иоанну на Патмосе и церквям в Ефесе и Смирне. Эта книга насыщена иллюстрациями, фотографиями, сделанными нашим коллективом на реальных библейских местах. Это настоящая сокровищница истории ранней церкви. Если вы хотите как следует разобраться в жизни новозаветной церкви, вам на самом деле нужна эта книга. Откройте для себя достопримечательности и культуру древних городов, Ефеса и Смирне, и вы получите глубокие исторические и духовные знания. Читателям нравится эта книга, она полна ценных сведений, благодаря которым история новозаветной церкви оживает перед глазами. Конечно, никто не сможет прочитать ее в один присест, не смог и я, но я обращаюсь к ней как к справочнику, коим она, по сути, является. Послушайте отзыв о книге директора Пергамского музея. Одна из наиболее профессионально написанных в мире книг на эту тему. А на обложке приводится отзыв директора Ефесского музея, цитирую его слова. На полках моей библиотеки стоит множество исторических книг на эту тему, но ни одна из них не сравнится с этим трудом. Это мнение специалистов по археологии и истории. Удивительно. И написана книга так, чтобы вы ее легко поняли. По свидетельству тысяч, прочитавших эту книгу, она углубила и расширила их понимание Нового Завета. А понимание контекста Нового Завета является просто необходимым для понимания Новозаветных посланий. Скачайте бесплатно ознакомительную версию этой книги. Просто скачайте. Я уверен, она произведет на вас глубокое впечатление. Она будет полезной для вас. И сегодня я зачитаю отрывки из этой книги, ведь лучше написанного сказать нельзя. Итак, я приготовлюсь и открою книгу. Но прежде вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Мы изучали первую главу Откровения. Иоанн находится на острове Патмос. И в первой главе, в десятом стихе Откровения, апостол пишет, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Мы выяснили, что глагол «был» на греческом «гиномай». В контексте указывает на переход из одного измерения в другое. Этот переход застает человека врасплох, неподготовленным. Используя глагол «был» греческое «гиномай», Иоанн говорит, «Я перешел из одного измерения в другое. Я этого не ожидал, оно застало меня врасплох». Затем он объясняет это измерение, «Я был в духе». В духе лучше перевести, как «в духовном измерении». Внезапно я оказался в духовном измерении. Напомню, Иоанн жил в ужасных условиях в пещере на острове Патмос. Разве можно было представить условия хуже, чем пещера на Патмосе, оторванная от общества, от родных, от друзей, но не оставленной Иисусом? «Когда Иоанн был в пещере, внезапно, перед ним, распахнулся духовный мир, Иоанн увидел духовное измерение». В 10 стихе он пишет, что «вдруг оказался в другом измерении». В духовном измерении, где увидел Иисуса таким, каким никогда его прежде не видел. Если вы в затруднении, это лучшее состояние для совершенно нового откровения Иисуса Христа и новых слов от Него, которых вы никогда прежде не слышали. Он с готовностью пронзит тьму вокруг вас, проникнет в ваше окружение, просветит мрак, возвестит нужные слова и даст увидеть то, что вам нужно именно сейчас. Также в 10 стихе Иоанн пишет, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трудный, который говорил, «Я, есть Альфа и Омега, первый и последний». 11 стих. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии». Затем он перечисляет семь церквей. В Ефес, в Смирну, в Пергам, в Феотиру, в Сардис, в Филадельфию, в Ладикию. Это семь главных церквей в Асии, крупнейших и наиболее влиятельных в регионе. Первая церковь, в которую обращается Иисус, — Ефесская. И мы читаем в Откровении, 2 главе, стихах с 1 по 7. Давайте быстро откроем Откровение, 2 главу, стихи с 1 по 7, и прочтем полное обращение Христа к Ефесской церкви. Стих 1. «Ангелу Ефесской церкви напиши, «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Стих 2. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Стих 3. «Ты много переносил, и имеешь терпение, ради имени моего трудился и не изнемогал». Стих 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Пятый стих. Итак, вспомни. «Откуда ты не спал? И покайся, и твори прежние дела. А если не так, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Шестой. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Глагол «ненавидеть» очень экспрессивный. Иисус произносит это слово дважды в одном стихе. Он говорит, «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Стих 7. «Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать одрево жизни, которое посреди рая Божия». В этих стихах столько всего. Сколько откровений. Начнем с первого стиха. В первом стихе Иисус говорит, «Ангелу Ефесской церкви напиши». Прозвучало слово «ангел». А кто такой ангел в Ефесской церкви? Небесный Божий ангел или кто-то другой? Прочту из своих заметок. Слово «ангел» на греческом «ангелос» указывает на посланника человека и также на ангельское существо или-или. Это тот, кто послан с особым поручением, тот, кто отправлен исполнить конкретное задание. И оно зачастую указывает на делегата или высокопоставленное лицо, указывает на функции пастор, посланника от Бога. Идет ли речь о небесном ангеле или о пасторе? Ответ находится на странице 271 моей большой книги «Свет во тьме». Греческое слово «ангелос» или «ангел» в Новом Завете чаще всего переведено как «ангел». Однако в некоторых случаях встречается и такой вариант перевода. Посланник-вестник. Слушайте внимательно, это очень важно. Хотя у поместных церквей могут быть ангелы-наблюдатели, маловероятно, что слово «ангел» в вышеприведенных стихах указывает на небесного посланника. Иисус обращался к людям, посланникам семи церквей, то есть конкретным личностям, к людям, вероятнее всего к пасторам, поставленным руководить этими поместными общинами. В качестве этих вестников выступали пасторы поместных церквей. Послушайте внимательно, это очень важно. В Новом Завете не встречается ни единого случая, когда бы ангелы учили, проповедовали, обличали или исправляли какую-либо из церквей Иисуса Христа. Следовательно, толкование слова «ангел» — «ангелос» как «небесное ангельское существо» приводит к значительным богословским несоответствиям. В действительности Иисус обращался к семи пасторам, каждый из которых был поставлен Христом для руководства поместными церквями. «И адресуя послание в первую очередь пасторам» Послушайте внимательно. «Адресуя послание в первую очередь пасторам, Иисус проявляет уважение к ним, как представителям духовной власти в церквях». Сначала Господь захотел поделиться важным посланием с пасторами церквей. Далее ответственность за передачу Его посланий верующим ложилась уже на плечи пастора. Не у меня, не у большинства библеистов нет ни малейшего сомнения в том, что слово «ангел» в Откровении, 2 главе и 1 стихе, греческое «ангелос», не указывает на небесных посланников, небесных ангелов. В данном случае это слово указывает на людей, на пасторов каждой из семи поместных церквей, которыми они были поставлены руководить. Иисус обращался к пасторам церквей. Однако, думаю, будет уместно поговорить о том, чем занимаются ангелы. За что отвечают ангелы? Какие функции выполняют небесные ангелы? Прочитаю из своей книги. В Библии нет точного указания на количество сотворенных ангелов. Однако в послании к евреям 12.22 говорится, что небесные полчища ангелов бесчисленны. Кстати, стоит ли удивляться тому, что время от времени мы видим одного из них? Ведь и в церкви присутствует огромное число ангелов. Но апостол Павел строго предупреждал верующих не увлекаться учениями об ангелах. Так называемые ангельские учения и проповеди расценивались ранней церковью как один из главных источников лжеучений. В первом столетии большая часть лжеучений, с которыми пришлось столкнуться Павлу, была связана с так называемыми откровениями, будто бы переданными людям ангелами. Например, возникшие в церкви в колоссах сложности на почве доктрин, корнями уходили якобы в явления людям ангелов, которые возвестили о новых учениях и передали новые откровения. Неудивительно, что множество культов и сект, существующих по сей день, сформировались на основе предполагаемых явлений ангелов, их учений или откровений. Ангелам не поручено проповедовать людям Божье Слово. Все эти обязанности – прерогативы и удел людей, вестников, в частности, представителей пятигранного служения. Ангелам не давалось полномочий учить и проповедовать. Этого нет в Библии. И если вы узнаете, что кто-то получил наставление или откровение якобы от ангела, стоит задуматься и отклонить это откровение. Ангелы так не поступают. И ниже приводится перечень функций, которые выполняют ангелы. Прочитая его, вы увидите, что во всем Новом Завете нет ни одного упоминания или подтверждения того, что ангелам поручено проповедовать людям Божье Слово. Также нет ни одной ссылки на то, что Бог поручал им исправлять или обличать по местной церкви. Все это попросту не входит в круг обязанностей ангелов. Тогда что входит в их обязанности? Библия полна описаний ангельской активности. Я перечислю вкратце восемь функций ангелов. В моей книге об этом говорится. Скачайте ознакомительную версию этой книги. Ангелы восполняют физические нужды людей. Ангелы придают сил. Ангелы сверхъестественно направляют людей. Ангелы защищают и избавляют. Ангелы возвещают Божьи решения. Это не значит, что они учат и проповедуют. Ангелы повторяют, они учат. Они повторяют. Буквально повторяют слова Бога. Им не дано право дополнять Божьи слова своими или учить о том, что сказал Бог. Они просто повторяют, они учат. Они объявляют от лица Бога. Ангелы совершают нечеловеческие подвиги, поклоняются Богу, ангелы осуществляют Божье правосудие. Вот восемь основных обязанностей ангелов. Повторю их. Ангелы восполняют физические нужды людей. Ангелы придают сил. Ангелы сверхъестественно направляют людей. Ангелы защищают и избавляют. Ангелы возвещают Божьи решения. Ангелы совершают нечеловеческие подвиги. Ангелы поклоняются Богу. Осуществляют Божье правосудие. Эти конкретные обязанности ангелов подробно описываются на страницах Ветхого и Нового Заветов. Когда в Откровении, 2 главе и 1 стихе говорится, «Ангелу Ефесской церкви», речь здесь не о небесном ангеле, а о человеке, посланнике. Мне это нравится. Я постоянно говорю пасторам, «Ты настоящий ангел для своей церкви». Пасторы, ангелы, их послало небо возвещать от имени Господа. Бог сначала говорит им, а затем пасторы, ангелу церквей, обязаны пропустить обращение Божье через себя и озвучить собранию. Это важно. Итак, мы поняли, что значит слово «ангел» в книге Откровения, 2 главе и 1 стихе. А что еще говорится в этом стихе? Вот что написано. «Ангелу Ефесской церкви». Что имеется в виду под словом «церковь»? Если вы выросли в церковной среде, то представляете себе собрание людей или церковное здание. Для вас это церковь. А что представляли себе первые христиане, когда слышали слово «церковь»? Что для них означало слово «церковь»? Я хочу прочитать. Слово «церковь» на греческом «экклесия» состоит из приставки «эк» и корня «калео». Объясню вам через минуту, а сейчас вкратце определение. Слово «церковь», греческая экклесия, указывала на уважаемое собрание призванных и выделенных людей. Уважаемое собрание призванных и выделенных людей. Изначально оно указывало на престижное собрание выдающихся граждан Афин, которые устанавливали законы, обсуждали городскую политику, разрабатывали новые правила городской жизни, выносили решения в юридических вопросах и спорах, избирали членов магистрата, решали, кого лишить гражданства и изгнать. Их избирали из всего городского сообщества, и быть приглашенным в это собрание считалось огромной честью. В Новом Завете сообщество верующих, выбранных из числа общей массы, избранных, призванных, собранных Богом людей для представительства Его интересов в каждом городе, регионе или государстве. Это сообщество людей, призванных принимать решения, влияющие на обстановку в регионе. Вот что означает слово «церковь», греческая экклесия. В этом слове глубина смысла. Скачав ознакомительную версию этой книги, вам будет проще понять, что означало это слово «экклесия». Я вам прочту, слово «церковь», греческая экклесия, состоит из двух частей «экк» и «калео». «Экк» в основном означает «наружу». «Экк» — это «наружу», указывает на выход, когда человек покидает какое-то помещение, чтобы оказаться в другом. Оно также подчеркивает отделение. Это значение играет большую роль для понимания смысла церкви. А корень «калео» обычно означает «призывать» или «вызывать», «приглашать», «созывать». Когда эти две части соединяются, слово «экклесия» получается «вызванные». Следите за мыслью. Я продолжу читать. Как было сказано прежде, «эк» означает «наружу», «калео» — «звать», и «эк» и «калео» соединяются, и новое слово означает «вызывать», «призывать». Слово «экклесия» указывает на целое собрание людей, вызванных из массы. Это люди, которые были отделены, призваны, собраться, занять важное и почетное место в своем городе. Ух ты! Быть членом церкви — привилегия. Впервые это слово упоминается в древних Афинах, где оно использовалось исключительно в политической жизни. Важен изначальный смысл слова «экклесия», поскольку оно продолжало звучать, когда именно этим словом авторы новозаветных текстов решили описать церковь. Авторы Нового Завета понимали, что значит это слово. В том, что они прекрасно знали значение слова «экклесия», нет никаких сомнений. «Экклесия» — церковь. Значение несравненно более глубокое, чем то, что приписывают церкви сегодня. Любой владеющий греческим языком в первом веке, в том числе апостол Павел, понимал значение этого слова при его использовании. Авторы Нового Завета безошибочно использовали это слово для описания церкви и ее роли в Божьем замысле. Послушайте, делегаты, члены «экклесия», вызывались из семьи, с работы, от дел и призывались занять свое место в столь почетном собрании, в столь почтенном собрании. Во всех отношениях афинское собрание «экклесия» считалось наиболее престижным в то время и в той области. Так что участие в этом выдающемся собрании действительно почиталось за честь. Решения, принимаемые на этом собрании, имели далеко идущие последствия для всех сфер общественной и частной жизни. В древнегреческом мире афинское собрание «экклесия» считалось самым знаменитым. Вот как. Становится ясно, почему авторы Нового Завета выбрали слово «экклесия» для характеристики Божьего народа. Использование этого слова, вне всякого сомнения, означает, что поместная церковь, сообщество верующих, это люди, которые были выбраны из общей массы, они избраны, призваны. Бог собрал их для исполнения своих намерений. Павел и другие авторы Нового Завета смело использовали это слово, понимая, что у церкви есть серьезная, определенная Богом миссия на земле. Нам оказана честь быть избранными. Мы в составе церкви. В слове «церковь» столько важного. И в Откровении, 2 главе и 1 стихе написано «Ангелу церкви». Мы церковь – привилегированное собрание, призванные из тьмы, вызванные из греховной жизни, отделенные, чтобы стать выдающимся сообществом верующих, наделенных большой властью и полномочиями для принятия серьезных решений на своей территории. Во времена Нового Завета слово «Экклесия» играло большую роль, и авторы Нового Завета знали об этом. Церковь не могла стать маленькой, незаметной группой верующих, которые собирались по углам, под покровом темноты. Христиане считали, что через свою молитву, через свой образ жизни, через благовестие, они могут влиять на город, регион или даже страну. Они были Божьей решающей силой на месте своего положения. Вот что такое церковь. Управление церковью было поручено ангелу. И как мы увидели в Откровении, 2 главе, 1 стихе, ангелом был пастор, тот, кто заботился, попечитель поместной церкви. Итак, в Откровении, 2 главе, 1 стихе, говорится, «Ангелу Ефесской церкви напиши». И затем Иисус передает свое послание этой церкви. Его мы рассмотрим после возвращения. В этих стихах столько всего. Не пропускайте эти передачи, ведь в каждой из них для вас постепенно раскрывается содержание Христового послания Ефесской церкви. Это же послание актуально для меня и для вас сегодня. Вот как. Продолжим через минуту. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Ефесской церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из десяти частей, вы углубитесь в послания, с которыми Иисус обратился к церкви в Ефесе. Церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате MP3. Узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу. Ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия «Послания Иисуса Ефесской церкви» скачайте их бесплатно на нашем сайте ignc.org. Меня зовут Джо Реннер, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров, у нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божью любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру, лично проповедовать благую весть в разных точках земного шара, открывать новые церкви, которые сегодня процветают, заниматься раздачей одежды и предметов первой необходимости нуждающимся, посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений, кормить людей, лишившихся крова, и оказывать им медицинскую помощь, рассказывать людям преклонного возраста о Христе, помогая им обрести надежду, проводить программы реабилитации для нарко- и алкозависимых, посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом, посещать дома для душевно больных и делиться с их пациентами свободой во Христе, помогать выпускникам нашей семинарии нести свои знания в мир, служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку, писать книги, которые переводятся на разные языки и распространяются по всему миру, посещать больных, прикованных в постели и нести им весть о том, что Иисус помнит о них. Станьте партнером нашего служения. Ваша поддержка позволит нам продолжать служить людям по всему миру и расширять наши программы помощи. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт igc.org и сделайте пожертвование онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. Сегодня мы рассмотрели Откровение 2 главу 1 стих, где Иисус говорит «Ангелу Ефесской Церкви, напиши». Мы исследовали слова «ангел» и «церковь». Слово «ангел» относится к посланнику, к человеку в каждой церкви, к человеку, облеченному духовной властью для духовного побечения. Это пастор. До обращения к церкви Иисус обращается к ее пастору. Думаю, важно понять, почему Иисус назвал пастора ангелом. Не забывайте, ваш пастор – ангел. Бог послал его для вашего благословения. Поэтому считайте его небесным посланником вашей жизни, ангелом вашей жизни. Мы поняли, что словом «церковь», греческое слово «экклесия», называется «привилегированное сообщество верующих», которые призваны из тьмы, вызваны из прежней греховной жизни. Они отделены, чтобы стать выдающимся сообществом, наделенным способностью и возможностью влиять. Вот что значит слово «церковь». Церковь не должна была стать группой христиан, которые собираются втайне в маленьком зайчике. Мы призваны Богом. Влиять на окружающий нас мир. Мы – церковь живого Бога. Это изумительно. Напомню о том, что мы предлагаем цикл передач «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Цикл из десяти частей доступен в аудиоформате. И также предлагаем ознакомительную версию Большой книги «Свет во тьме» «Семь посланий семи церквям». Отец, во имя Иисуса, сегодня я провозглашаю благословение в жизнь моих друзей. Благодарю, что сегодня мы могли поговорить об Откровении, 2 главе 1 стихе, и я так рад, что в следующий раз мы перейдем ко 2 стиху. Во имя Иисуса, аминь. Помните, Экклесиас 184, где слово «царя» – там власть. И пусть сегодня в вашей жизни явится власть Божьего Слова. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин